Социальную инфраструктуру микрорайона Апалиха О3 обсуждали с жителями. Новостройки в большинстве своем заселены, а вот школы и садика пока нет. По школе предыдущий подрядчик, у нас с ним сейчас идут судебные разбирательства, соответственно, администрация в этом году провела обследование техническое, строительные готовности этого незавершенного объекта. Сейчас корректируем правительственную документацию и по плану где-то осенью этого года выйти из строительства. Строительство школы на 820 мест финансируется за счет бюджетов области и муниципалитета. Сегодня это брошено инвесторам-банкротам на несколько лет без консервации, здание построено наполовину. Тем не менее, жителям даже назвали дату первой линейки. Мы очень надеемся, что школа будет сдана в сентябре 2020 года. Мы очень надеемся, что администрация сдержит обещания, которые она нам дала. И строительство началось уже в этом году. К сожалению, администрация не может дать вопросы касательно сдачи садиков. И дом РФ отвечает за строительство садиков. Еще один объект того же застройщика «Урбангрупп» в Красногорске – жилой комплекс «Лесобережный» также теперь возводит дом РФ. Количество запланированных домов сократили до 14. По остальным корпусам не были оформлены договоры долевого участия. Теперь жилой комплекс в меньшем объеме обещают построить за 2020 и 2021 годы, уточнил Дмитрий Петрухин на встрече с дольщиками. Обсуждались также предполагаемые школы, садик и гараж в жилом комплексе. Много вопросов, как и везде, на каждом ЖК – это уличная дорожная сеть, благоустройство, транспортная доступность. Все эти вопросы требуют дополнительных проработок, налаживания взаимодействия с застройщиком и заказчиком в лице дома РФ. Поэтому в ближайшее время эти вопросы мы будем заниматься и решать. На контроле и эта стройка близ станции «Аникеевка». ЖК «Апалиха-парк» официально строит ООО «Авест». По факту рабочих на объекте практически нет. Констатировали дольщики и сотрудники администрации. Первый корпус из пяти домов в первой очереди построен меньше, чем на треть. Из доклада застройщика ООО «Авест» следует, что на сегодняшний момент он подался в Сбербанк и в Дом РФ на получение кредитного финансирования. Документы он представил. Проверим эти все данные. 1 июля не за горами, когда все застройщики должны подтвердить свое открытие проектного финансирования. Соответственно, после перепроверки информации будем смотреть, что получится. Предварительно оценка эффективности проекта проведена. То есть эффективность проекта, доходность проекта устраивает. То есть на сегодняшний день. Официально банк это написал вам? Банк написал о том, что рассматривает кредит наш. То есть пока вот в таком формате. Что рассматривает, что заявка подана, кредит рассматривает. Если финансирование не поступит, как вариант решения этого квартирного вопроса поиск нового застройщика, который возведет дома для 300 дольщиков.